Это было очень страшно. Ребенок, когда сидел в подвале, говорил, что мама говорит, если на нас попадет, нас убьет. Что ребенку скажешь в такой момент? Разбиты все коммуникации, вся инфраструктура. Ну, разбито все. Нет ни школ, ни образования, ни медицины, ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город вымирает. Люди выезжали, и когда уже, помню, шла, наверное, может быть, дня три недели перед отъездом, идешь по центру, который раньше был шумный, да, вот какой-то, в Днепропетровский шумный центр, идешь, а там полностью перекати поля не хватает. Конечно, ты уже понимаешь, что уже смысл сидеть. Ничего нет в городе вообще. Ты можешь рассказать впечатления свои? Вау! Красиво тут! Безумно! Мне начали уховаривать уезжать с города, уезжать с города, ты беременна, тебе нельзя здесь находиться, тебе обстрелы. Страшно, потому что ты, ну, как раз обстрелы были, летели снаряды, то есть буквально там через два дома были большие попадания, то есть люди, ну, погибшие лежали. Музыка 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 Мы помогаем, потому что нужна помощь. У нас есть все, у нас есть место, у нас есть хорошая жизнь, но сейчас мы не имеем ничего, мы не имеем ничего. Мы приехали 4 февраля сюда, в Киев. Через знакомых нас поселили вот здесь. Ну, 3 недели здесь живем. Мы все приехали, 50 человек из Углегорска, 18 детей у нас. Мы никогда не думали, что у нас может быть военные действия, либо отобрана одна часть страны. Надеемся здесь остаться. Здесь родились, крестились, я думаю, здесь останемся. 10 попаданий в сам дом и 12 по периметру. А, вокруг, да? Да. Ну вот же ж вы стояли, вот тут ураган упал. Вот это пожар, когда был, расплавленный алюминий стекал. Вот вылилось, как образ. Старец с посохом и Мадонна с младенцем. Вот как оно такое получилось. Ну, тут в комнате жили 3 человека. На этой буржуйке, ну, на сколько фантазии хватит из тех продуктов. Все, что угодно, макаронные изделия, кашу, уху из консервов варили. Если бы раз сильно, как, сильно себя настраивать, что на пессимизм, ну, просто тяжело было бы выжить. Просто друг друга поддерживали. Самое элементарное, просто выкупаться, привести себя в порядок, сбрить вот этого вот Будулая, вот эту бороду. Это Тарас Григорьевич Шевченко, украинский писатель. Сделал татуировку, получается, это, ну, и тоже друзья все. Вот, ты понимаешь, что тебе будет, как бы нельзя это делать сейчас, не то время. Ко мне подошел Жилин Папалец, а он был, а он очень проукаринский, он прям злостно так за всем ругался. Он говорит, ты понимаешь, что тебя за это могут убить? Ну, сначала сестра моя жила с мужем в Луганске тоже. Ну, они, конечно, были тоже пророссийские. Ну, часть людей, которые выдались этому Будулонскому влиянию, конечно. Вот, это все фашисты. Очень сильно конфликтовали, мы перестали даже общаться на какое-то время, вот, пока они в Россию не уехали. Потому что они сказали, что жить они в этой стране не будут. Они собрались, они уехали. Вот, если бы так все поступали, вот те, которые любят Россию, было бы, конечно, хорошо. Вот за это, конечно, вот я их уважаю. Я, конечно, надеюсь, вернуться только, если все закончится. Это когда все закончится, когда восстановиться наконец-то. В ближайшее время нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова